Добрый день, друзья! С вами Етрина. Большое спасибо всем, кто принял участие в разгадывании загадки про царскую болезнь. Смотрите это видео до конца. В этом видео будет отгадка на ту самую загадку. Итак, новая загадка. Запреты Пифагора толкуют все, кому не лень. Толковали биографы Пифагора, которые жили после него на 700-800 лет. Трактуют его современные переводчики, современные философы. Некоторые толкователи придают запретам Пифагора совершенно собственное значение. Так, одна современная философ запрет на употребление бобов связала с формой боба. Эта форма похожа на форму зародыша. И объяснила запрет есть бобы тем, что Пифагор запрещал есть зародыши. Но вы помните, что запрет на употребление бобов имеет абсолютные медицинские показания. В общем, трактуют пифагорейские запреты все, кому не лень, кроме врачей. Потому что Пифагор больше известен как философ, как математик, как музыкант. А между тем Пифагор учился медицине. Многие запреты Пифагора имеют совершенно определенную медицинскую целесообразность. Напомню, что в то время, когда жил Пифагор, частная медицина в Греции, которая была семейной, претерпевала государственную реформу. Все как нынче. В маленьких городах-государствах, коим являлся и остров Самос, на котором жил Пифагор, появлялись государственные врачи. Этих государственных врачей направляли на обучение. В те давние, древние-древние времена существовало то, что мы сейчас называем целевое направление на медицинское обучение. Так вот, по одному из преданий, Пифагор, сын Мнисарха, сирийца, который прибыл на остров Самос в результате войн, все как сегодня. Обратился Пифагор к тирану Поликрату, который правил островом Самос, с просьбой дать ему рекомендательное письмо к жрецам Египта. Получил такую вручительную грамоту, отправился в Египт, много лет там учился. Некоторые из запретов Пифагора дошли до сегодняшних дней. Причем они сохраняются как обычаи в греческом обществе. Когда я купила квартиру в Афинах, пришел ко мне греческий друг, и первое, что он сделал, посмотрел на мой балкон и увидел там ласточкины гнезда. И начал эти ласточкины гнезда кидывать оттуда швабры. Я так возмутилась. Ты что делаешь? Это мои птички. Пусть они здесь будут. Нет-нет, ты ничего не понимаешь. Ласточкины гнезда – это плохо. В Греции есть такой миф о том, что царь Афин, Пандион, вел войну с варварами. И на помощь ему пришел Терей, царь Фракии. За то, что Терей помог Пандиону изгнать варваров из Афин, царь Афин отдал в жены Терею свою дочь Прокну. И все было бы хорошо, но у царя Афин была еще замечательная дочь Филомелла. И вот однажды Прокна стала просить своего мужа повидаться с сестрой Филомеллой. Отправился Терей в дальнее путешествие. С радостью встретил своего тестя. И после недолгих сборов царь Афин разрешил Терею отвезти Филомеллу в гости к Прокне. Простился Пандион с дочерью, но были у него тяжкие предчувствия. И когда прекрасная дочь Филомелла взошла на корабль, Терей воспылал страстью к Филомелле. Он не сводил глаз Филомеллы, но обычаи того времени не позволяли ему привезти вторую жену в дом. И затащил Филомеллу в хижине пастуха. А чтоб она не молила о пощаде, вырезал ей язык. Долго томилась Филомелла в заточении, но она нашла способ известить Прокну. Она села за отказки в станок, выткала свою ужасную историю и тайно передала покрывало Прокне. Так Прокна узнала о домогательствах мужа и решила отомстить Терею. У Прокны был замечательный ребенок, сын Терея. Но ревность так обуревала Прокну, что совершила она злодеяние. Разрубила она ребенка на куски и подала Терею на трапезу. И когда ничего не подозревающий Терей спросил, а где мой сын, и стал звать мальчика, в ответ Прокна пригласила к столу молчающую Филомеллу. Ужаснулся Терей, вскочил из-за стола, обнажил меч и бросился за сестрами. И в этот момент сестры превратились в птичек. Филомелла превратилась в ласточку, а Прокна – в соловья. А сам Терей превратился в удода. Вот такой миф – ласточка – предвестник несчастья. И все было бы так просто, если бы не абсолютная медицинская целесообразность в запрете Пифагора не держать ласточек в доме. Так вот загадка, почему Пифагор не рекомендовал держать ласточек в доме. Друзья, ответ на предыдущую загадку озвучиваю в этом видео. Вопрос был, что такое царская болезнь, почему некоторые части животного тела не рекомендовал есть Пифагор, и каким растением лечили ту самую царскую болезнь. Правильные ответы. Царская болезнь подразумевалась подагра. Некоторые части животного тела, как внутренние органы – мозг, почки, печень – содержат много пуринов, которые вызывают обострение подагры. А лечат обострение подагры по сей день колхицином. Колхицин – это вещество, которое содержится в растении безвременнике или осеннем шафране. Растение очень ядовитое, и его не следует подать с обычным шафраном. Итак, друзья, если вам интересно, оставайтесь со мной, подписывайтесь на канал, ставьте лайки, пишите свои ответы на загадку в комментариях, и я непременно дам правильный ответ. Спасибо за внимание!